Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Амаркетс», оставлять ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Ну что ж, традиционно к повестке экономического календаря. Сегодня мы будем следить за данными по инфляции в еврозоне, 9.00 по GMT. Ну, честно говоря, этот релиз как таковой меня особо не интересует, потому что некоторое время назад, как вы помните, я принял решение пока что оставить в покое европейскую валюту и сосредоточиться больше на индексе доллара. Поэтому, да, сегодня эти данные мы дождемся. Знаю, что многие из вас евро интересуются, поэтому я завтра вернусь к анализу этого отчета. Куда более важное событие с точки зрения того портфеля, который у нас сейчас актуален, является выступление главы банка Англии Эндрю Бейли в 9.50 по GMT. Конечно же, ему придется снова коснуться перспективы дальнейшего повышения ключевой процентной ставки. Но в этот раз у него есть новые вводные макроэкономические. Это последние релизы по рынку труда, где самый важный компонент, на который мы обратили внимание, темпы роста зарплатных плат сигнализируют о том, что инфляция в Англии, скорее всего, продолжит расти. Я рассчитываю, что сегодня Бейли будет логичен в своих заявлениях и, соответственно, ориентируясь на эти макроэкономические данные, все же допустить возможность дальнейшего повышения ключевой процентной ставки. Будем ждать такую риторику, которая потенциально должна оказать поддержку британской валюте. И в 12.30 по GMT статистика по рынку недвижимости США. Это тоже дополнительный индикатив состояния американской экономики, но, как правило, эти релизы не оказывают значительного влияния на доллар. Но нам сейчас нужно больше доказательств того, что в текущих условиях американская экономика чувствует себя неважно при процентной ставке в 5,25%. И, безусловно, рост ключевой процентной ставки прежде всего отражается на рынке недвижимости, потому что раз растет ключевая ставка Федрезерва, значит, растут и ставки по ипотеке. А если растут ставки по ипотеке, снижается спрос на продукты недвижимости, ипотечного кредитования и так далее. Поэтому слабость рынка недвижимости, мне кажется, совсем очевидной. Сегодня мы можем увидеть это по цифрам. По порядку теперь касательно финансовых активов. Индекс доллара 102.44 пункта на данный момент. Конечно же, в центре внимания трейдеров остается тема потолка государственного долга в США, который никак не удается согласовать, учитывая серьезные противоречия между республиканцами и демократами. И на текущем этапе можно отметить, что эти дискуссии значительно обострились еще в свете того, что в следующем году в США пройдут президентские выборы. И, конечно же, республиканцы сейчас тянут резину, не хотят идти на встречу демократам, пытаются создать условия, при которых очки популярности рейтинга текущей партии власти будут оснижаться. Только по этой причине можно сделать вывод о том, что переговоры прям совсем затянутся. Может быть, даже будет повторение ситуации 2011 года, когда они длились практически три месяца. А может быть, друзья, все закончится вот тем самым экономическим шоком для США и для, соответственно, всей мировой экономики. По поводу раундов переговоров, а сколько их было, наверное, это не важно. Обсуждают постоянно эту тему на высшем уровне, на уровнях пониже. Но компромисса, консенсуса нет. Потому что демократы в лице Байдена, по сути, не предлагают никаких условий, чтобы республиканцы пошли навстречу. Требование только одно — поднять потолок государственного долга. Уровень государственного долга составляет 31,5 триллиона долларов. А вот республиканцы, напротив, копаются глубже в текущих очень непростых значениях именно дефицита в плане бюджета и его увеличения. И настаивают на том, что нужно сокращать определенные статьи и, в принципе, добиваться эффекта снижения нагрузки на бюджет. Потому что дефицит по подсчетам доклада бюджетного управления может составить 1,5 триллиона долларов в этом году. Мы эти цифры, кстати, разбирали накануне. Вы помните, что если спроекцировать их на ближайшие несколько лет, то таким образом дефицит может быть раздут выше 10-15 триллионов долларов. И если опустить вообще все эти политические интриги между республиканцами и демократами, то то, что делают республиканцы сейчас, настаивают на необходимости сокращения определенных статьи расходов и снижения давления на бюджет. Это правильная позиция. Я полностью поддерживаю, что с точки зрения экономических реалий сейчас нужно добиваться этого эффекта, потому что американская экономика постепенно движется по пути, откуда, собственно, в пункт назначения, откуда они возвращаются. И в данном случае нужно наводить порядок, нужно реформировать на законодательном уровне формирование статей расхода бюджета. Поэтому думаю, что дальнейший конфликт именно от точки зрения каких-то идеологических взглядов будет интересен, чтобы за ним понаблюдать. И будем следить, собственно, за тем, как дальше будут проходить переговоры между законодателями, республиканцами и демократами. На текущем этапе, конечно же, рынку остается лишь признавать тот факт, что американская экономика постепенно приближается к июню, когда закончатся средства Минфина для покрытия государственных расходов. По поводу макроэкономических данных, хроничная продажа. Вчера важный релиз. Рост скромнее, чем ожидали эксперты. Я, в принципе, был уверен, что цифры будут так себе. Но 0,4% прирост, прогноз был 0,7%. И я предлагаю сейчас не выдумывать относительно того, как этот отчет повлияет на решение Федрезерова процентной ставки, посмотреть на фактические сведения. У нас есть инструмент FedWatch. И вероятность повышения процентной ставки после выхода данных по роничным продажам снизилась, друзья. В июне она составляет 16%, а в июле еще ниже 12%. То есть ставку не повысят. Выжидательная позиция и вот этот статус-кво Федрезерва уже, думаю, обозначен. Нужно обсуждать систему, когда ФРС созреет для снижения процентной ставки. И на этом фоне, как вы прекрасно понимаете, я считаю, что индекс доллара пока что останется уязвимым инструментом для дальнейшего снижения. Потому что, на мой взгляд, учитывая то, что мы сейчас обсуждаем, делает доллар не той самой защитной гаванью, тихой гаванью, а скорее инструментом и активом, перед которым могут очень быстро замаячить риски значительной потери стоимости и, используя кромкое слово, обесценивание. Этот риск и ни в коем случае нельзя списывать со счетов. По другим финансовым активам золота, 1990 долларов за тройскую унцию, золото сильно провалилось, я признаю. И важно, мы всегда смотрели на индекс настроений, ориентировались на действия большинства и меньшинства. Сейчас индекс развернулся, по сути, большинство в покупках. Я думаю, что не нужно быть на стороне большинства, собственно, как мы не делали этого раньше. Поэтому я не принял решение развернуться, чтобы дальше шарить золото. Я закрыл текущую позицию по золоту, потому что считаю, что золото все равно в ближайшие недели, надеюсь, снова вернется в район 2000 долларов и там уже будет претендовать на обновление локальных максимумов. Поэтому я буду ждать возвращения золота выше вот этой психологической планки. В данном случае сопротивление, потом она станет поддержкой. И, соответственно, когда это произойдет, уже снова дам вам конкретную сделку. Рынок нефти 75 долларов за баррель. Здесь сколько срочный я шорт в приоритете. Я принял решение все-таки проявить активности на рынке черного золота. Китайские данные, которые мы собираем в последние недели, разочаровывают показатели экспорта, импорта, инфляции в Китае. Вчерашний блок данных по инвестициям, порничным продажам, промышленному производству. Все эти релизы указывают на то, что темпы восстановления китайской экономики уже не такие динамичные, как ожидали многие. Поэтому пока рано говорить о том, что Китай внесет значительный вклад в рост спроса на углеводороды. Тема продажи стратегических резервов нефти в США тоже актуальна, потому что США по-прежнему продают нефти стратегических резервов. На прошлой неделе они сократились на 2,9 миллиона баррелей. Кто-то из вас сейчас возразит. То есть была новость буквально несколько дней назад о том, что США планируют пополнить стратегические резервы. Но если вдаваться в подробности этой новости, то в планах пополнить на 3 миллиона баррелей. То есть фактически они лишь закроют те расходы, которые пришлись лишь на одну неделю. А чтобы компенсировать все, опять же, резервы, которые были потрачены и израсходованы за последний год, нужно их купить, скажем так, если мнение изменяет память, текущий показатель по стратегическим резервам 360 миллионов, соответственно, им нужно вернуть выше 500. То есть им нужно купить 200 миллионов баррелей. И это колоссальные деньги. С учетом того, что мы говорим о потолке государственного долга и о конфликт между республиканцами и демократами, конечно же, никто такую сумму дополнительно не выделит. Британская валюта, друзья, 1,2470, по-моему, текущей котировки в районе 1,25. Вчера рынок труда поддержал нашу идею того, что на фоне роста инфляционного давления Банк Англии сохранит жесткую риторику. Как я уже отметил сегодня от Белли, ждем вот что-то вроде подобных заявлений, которые могут поддержать дальнейшее ралли британской валюты. Доллар-канадец 1,3473. Вчерашние релизы по инфляции. Базовая инфляция 4,1%, рост с 3,9%. Прогноз был на отметке 3,9%. И основной из потребительских цен вырос с 4,3% до 4,4%. Соответственно, чем выше инфляция, тем выше вероятность того, что Банк Канады будет также повышать ключевую процентную ставку. И на этом фоне мы можем удерживать наш целевой ориентир на отметке 1,33%. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!